Сегодня все оперативные службы были экстренно стянуты к Дому юстиции. Днем туда поступил тревожный звонок. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном внутри здания. Правда, обезвреживать настоящую бомбу никому не пришлось. Историю, достойную голливудских боевиков, выдумали специально для масштабных учений. Их размах оценила наша съемочная группа. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Когда в здании суда звучит тревожная сигнализация, тотчас прорываются все заседания. Ситуация чрезвычайная. На эвакуацию в таких случаях отводятся считанные минуты. Подсудимых отсюда выводят конвоиры по специальному коридору. Все остальные покидают кабинеты согласно плану. Эвакуация через прокуратуру. Средственные связи не пользуются. Эвакуация через прокуратуру. Когда из здания суда эвакуируют всех людей, к своей работе приступают кинологи. По легенде, здание полностью обесточено от электричества. Внутри запрещено пользоваться рациями и мобильными телефонами. Бомба может задетонировать от любых радиоволн. Вокруг дома юстиции плотное цепление. Близко к зданию не пропускают никого. Где находится бомба и есть ли она вообще, пока неизвестно никому. Вся надежда на нюх полицейской собаки. Прочесав весь этаж, бомбу удается обнаружить. Но она оказывается всего лишь муляжом. Здание суда в республике минировали только один раз. Тогда тревожный звонок тоже оказался ложным. Но вот запрещенные предметы приставы изымают часто. Только в прошлом году суды пытались пронести 4 огнестрельных и более 100 газовых оружий. На входе людей останавливались ножами, отвертками и даже топорами. Все эти предметы представляют угрозу. Был только один факт, когда сотрудники судебного пристава по обеспечению условного порядка 9 судов в одном из районных судов при досмотре обнаружили наркотическое средство. В последствии данные граждане были привлечены к уголовной ответственности. Подобные учения судебные приставы проводят часто. Отрабатывают самые разные ситуации. Тренировки приносят результаты. На протяжении долгого времени в судах не происходило ничего чрезвычайного. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.